опять началось каждый вечер каждую ночь под утро также и карпатах отдохнула поспала хоть несколько дней нормально а в киеве уже какую ночь все надо прятаться потому что возле окна нельзя стоять с коридора снимаю это под окнами у нас там кричит это не в телефоне это занимается курсы по вождению онлайн это рядом здесь шумит а это лифт оказывается да господи чайка ирбинь как раз ирбинь слышно да шепотом разговариваем с Вете мешаем у нее курсы по онлайн лифт туда-сюда и начала ездить так каждый вечер и ночь и утро бегаем в коридор все ракеты то мы идем в паркинг тамара бедно сутками не спит караулит днем ей не спится это спим ночью а тамара нас будет если уже на наш район летит ждем тут соседи тоже выходят тоже с нами сейчас не выдержали побежали в паркинг молодые еще кроссовки а я шлюпках выскочила я не успела сейчас боюсь уже заходить я хоть носки успела одеть а света всех витаю дорогие мои друзья опять в дорогу собирайтесь едем к тане помните я просто раз показывала дерево такое было все в листьях а сейчас уже почти деревьев нет ветер был все листья внизу хотя дворник наша собирает а вон летят смотрите как листья утром дворник подметала а сегодня уже сейчас то есть уже опять нападала я еще не отошла от утреннего чуть позже расскажу так что собирайтесь едем сейчас заеду еще магазин куплю что-нибудь из продуктов на рынок уже не успеваю едем сейчас уже двенадцатый час выезжаю но я еще хочу заехать на мебельную фабрику по дороге посмотрите как хризантемы возле дома цветут люба еще ремонт не сделала но диван уже смотрит знаете надо же прицениться то получится как стройкой знаете одни дорого предложат а ты не знаешь цены и купишь такую как не надо то эти диван уже представляете уже проданы видите написано записки фамилии кому продали вот этот диванчик ничего да кресла такие тоже ну я так вам покажу издалека какие что ж буду рассматривать тогда если что-то интересное я вам буду снимать 35 вот это вот 525 цена вот этого дивана 55 тысяч ох сегодня и ветер чуть мне двери не снесло в машине слышите аж сюда слышно люди удивляются месяц да ведь месяц надо ждать пока тебе сделают мебель если есть наличие допустим и никто не забронировал вот допустим вы хотите такого цвета все можете брать но если вам надо другого цвета тогда надо будет уже перезаказывать аризона диван 15 тысяч с такими ножками мне тоже хочется чтобы на ножках ближе под низом пылесос мог ездить так была воздушная тревога видимо было закрыто я еду и думаю все будет закрыто и что мне делать мне слава богу закончилась воздушная тревога и магазин открылся двадцать одна тысяча вот этот диванчик так так какой вы еще хотите я вам покажу этот стоит 16 тысяч этот стоит 100 а тоже 18 18 796 такой угловой диванчик 18 тысяч это 20 на втором этаже кухни все под заказ можно делать вот такой диван что ли себе купить смотрите красивый да сколько он стоит 11 тысяч стоит 11 тысяч такой как у нас сейчас а вот этот вот этот лучше 19 тысяч это то что у нас синяя будет комната можно вот такой диванчик взять за 19 тысяч вот еще цвет бомбезный такой под наши занавески будут а вот такой у нас дома диван только бедни не угловой а такой обычный такими мы купили но наверно мы оставим хозяйке а вот это 15 что кажется вот такой в жутких розочках девочка продавец нашла все рассказала показала кресло кресло и 9 тысяч стоит такой широкая 10 10 10 659 так 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 вот этот диван называется прага стоит 11 тысяч прага стоит вот прагу надо купить наверное да отсюда вот вид магазина такой ухо пушиков сколько ёлок и было в карпатах там они всегда ей о цвет красивые на морской волны пламат угловой стоимость 11 тысяч 947 этот стоит 14 596 а это 9 609 ухо пушиков герой 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 Продолжение следует... 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 именно на наш район, она сразу у нас будет, мы идем в коридор. Если ракета, мы идем в паркинг. Я уже не раз это говорила, но для новых зрителей скажу. И сегодня это было что-то с чем-то. Вообще без перерыва. То обычно ночами не спим, а утром выходим. А сегодня как начало бахкать, бахкать, это вообще и такое ощущение, что разрывается над твоей головой. Прилетел, ну, недалеко от нас, где-то километра, я не знаю, пять, наверное, от нас сегодня в жилой дом попало. А недавно, кто живет в Украине, знает, что в Киеве тоже попала девочку, убила 16-летнюю. Родители не захотели девочку будить. Вдруг не попадет. И мы же так тоже. Вдруг не попадет. А пожалели ее разбудить. Пошли в коридор, а девочку убила. Сегодня жертв нет, но повредил, многоэтажку попало, и первый этаж, и 16-й горел. Ну, было очень слышно, громко. А там живет наша знакомая Лида. Я ей звоню, говорю, Лида, на этой улице, где 16-ти этаж, говорю, Лида, как ты там. А Лида, говорит, такая, голос какой-то такой. Я говорю, что случилось, что случилось? У меня уже у самой сердца, знаете, это, ну, побаливает сердце уже. Вот, а она говорит, нет, я лежу, говорит. Ну, что будет, то будет, говорит. Ну, что делать, говорит. Я не знаю, говорит, что делать. Если даже, говорит, и попадет, ну, говорит, укрытия у нас нет, говорит, рядом. Поэтому подвал спускаться бессмысленно. И, говорит, лежу, да, говорит, слышу, что скорые едут, что пожарники едут, но уже даже, говорит, и не вставала. А куда, говорит, попала? Это она у меня спрашивает. Я говорю, Лида, так на твою улицу попала. А когда взорвалось, такой взрыв, такой мощности был, что даже у нас, я же говорю, мне казалось, что где-то рядом оно. Когда взорвалось, конечно, это было очень громко, и мы слышали. Просто многие вещи я не могу вам рассказывать. Может быть, когда-нибудь уже после войны расскажем, что мы видели, что мы слышали, что мы пережили. Вот. А сейчас боишься сказать, боишься снимать, и я никогда не снимаю, когда что-то там взрывает. И вообще, когда воздушные тревоги, я вот немножко сниму, когда воздушная тревога начинается, и все, мы идем уже в коридор. Вот. А многие даже не верят. Ну, вот была у Надя в селе, там же вокруг горы, и у них редко, ну, слышно, но очень редко. Они говорят, как там у вас в Киеве? Я говорю, ну, да, в Киеве. Ну, я представляю, как вообще в Харькове, ну, при фронтовых зонах, в Сумах, однокурснику своему все время, Сережа, как ты, как ты? Я когда слышу, вот такие дела, и ночь не спали, и оно, знаете, как-то так, потом целый день как чумной ходишь. Конечно, утром встаешь, смотришь на воздушные тревоги, если нет уже. Вот сегодня тоже должна была рано утром приехать к Тане сюда, в село. А Таня, Таня говорит, ты когда приедешь? Ты же обещала утром. Я говорю, Таня, жду, когда воздушная тревога закончится. Не хочу уже, говорю. Пару раз так попадало, что я на заправке, на газовой, как раз, и воздушная тревога, и рядом попадала, ну, на несколько километров там. Ну, такое тоже ощущение было, что на тебя падает, поэтому я говорю, я уже не хочу такого страха испытывать, поэтому я говорю, ну, буду ждать конца воздушной тревоги. Только закончилась воздушная тревога, я думаю, пойду в ванну искупаюсь. С одной стороны, боишься в ванну идти, знаете, только разденешься, и как бабахнет, и что, потом думаешь, стыдно будет, и как тебя будут доставать оттуда в голом виде. Поэтому только воздушная тревога, отбой, я бегом в ванну, быстро-быстро, искупаю, бам, опять начинает воздушная тревога, я уже, давай, быстро-быстро повытираться, отделась уже, все, стою, жду, думаю, когда же она закончится, эта воздушная тревога. А потом, уже, Тамара говорит, да не, вроде бы уже, Люба, все закончилась, только сел, только выезжай, опять воздушная тревога началась, ну это уже в дороге, ну и что ты сделаешь? Ну я как Лида уже тогда, ну, что делать? Как есть, так и есть. Вот, и я говорю, что, пишите, чего ты, все время рассказываешь, а как мне рассказывать? Каждый раз новые у меня зрители с разных стран, и тоже говорят, ну ты ходишь там в кафе, ну ты ходишь туда-сюда, но не видно по тебе, что война. Ну вот у нас вот такая война. Ночью мы прячемся, ночью мы сидим в подвалах, ночью сидим в коридорах, а как только день, когда нет, вот сегодня и днем было, думаю, ну вот еду, столько километров проехала, чтобы в магазин этот мебельный попасть, а он будет закрыт, и думаю, и пока ехала, правда, все, закончилась воздушная тревога, как раз я подъезжаю до магазина, и воздушная тревога закончилась, тоже так. И знаете, вот эти два дня тоже не высыпаешься, настроения нет, и туда, ну снимать, потому что снимать, честно говоря, много чего, потому что и стройка сейчас, вот строители там, и Анна Леонтьевна приглашает ехать, и много, и Оля там надо, конечно, много, можно было бы ходить, но нет настроения, нет, и вот как-то, я не знаю, как-то сердце начало болеть, не знаю, когда это уже все закончится, еще что хотела рассказать. Сейчас я еду в село на закупки. Буду покупать мясо, сало, ну немного так, ну и чтобы в Канев вот взять с собой, мы будем ехать скоро в Канев, у Васи день рождения, поедем в Канев, и так для дома тоже купить нужно, вот, и еще Тане надо продать свинью, и позвонила по знакомым тоже, и продадим. Кому надо, обращайтесь. Очень, очень вкусное, мясо свежайшее, свежайшее просто. И сало тоже очень вкусное, Вы же знаете, Таня, какая чистюля, всегда все так, у нее вкусно, и сало, и мясо. Вот. Ну, это не сейчас, это не скоро, а это будет через несколько дней. Увижу Мария Семенова, Василия Петровича, Василия, Таня, я уже скучаю за ними, как за родными, поэтому приедем сейчас, приеду сейчас, будем с ней разговаривать, с Таней, вот это мы любим. Встречаемся, потом сидим, сидим, и беседуем, и беседуем дальше. Вот. Ну нет, видите, ну сколько всего я вам хотела рассказать, а? И вот сейчас не могу вспомнить, что, ладно, все, всю дорогу рассказывала, все утро вам рассказывала, а как снимать, и нету рассказа. Таня, наверное, слышала гул машины, и думает, наверное, где Люба пропала? Заехать заехала, а нет и нет. А я еще решила с вами поговорить. Ой, в любое время года здесь красиво. Я ехала еще зеленые газоны, есть, может, на обратном пути с ней. Таню попрошу снять облака. Ветер какой, боже мой. А с этой стороны, посмотрите, какие облака. Ну все, едем, 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 едем. Так, Лидусик, привет! Где ты там? По хозяйству хлопочет, наверное. Таня уже чекает, бачу ее, бачу, бачу. О, к прыжку готовится наш дружок. Я пока снимаю дружка, еще и не заеду. О, уже. Так, отойди. Задавью. Задавью, задавлю. Сейчас задавью и курочек. Таня машет, машет во всем. Ой, пастух, пастух. О, еще один пастух у нас сидит. Оно палкой гоняет курочек. Все. Приехали. У-ху. Что пастухи? Ой, я ногу отсидела себе. Кого, кого? Какой, дедка. Ага, дедка. Что? Я на дедок не дивлюсь, я на молодых. Ой, у меня переполнилась память, оказывается, телефон отключился. Ох и холод, не могли немножко подтопить. В хате натопили? О, прям на меня летит, слышишь? Он что, сдурил? Так, что такое? Ничего себе, как летело. Снимай, снимай, у меня, оказывается, закончилась память. Карта заполнилась. Так заполнилась. Что капец. Ой, а что тут за квитки такие? А? Днячь. День народжения у кого-то было, чешок? День народжения и двух половинок. А я думала, что, день народжения вроде никого нет. Да. Сейчас разденусь, жишь. ехала от адресской трассе, дорога, як яйцем покатана. Такая гладкая, мне так спать хочется, не могу. Уже думаю, как бы мне заехала на фабрику, заходила и так легче стало. А то, ну, дорога и засыпаешь, едешь с одной скоростью. Вставай, ты из рухи на великой маленькой стороны едешь. На улицу заходь. На улице как выйдешь? Я же хочу побыстрейше. Ну, хорошо, там на фабрике походила трохи, да, и все. Таня, а где ты сетку занесла? Давай покажем, что дали тебе. А то скажут, ты же горелку дала? А что, я давала и, ну, не сняла. А зрители пишут, Люба, ты, говорит, зажала и себе забрала ту горелку. Да, да, это мое. А это, Надя, чтобы бачили, что я передаю лично. Вот это белые такие сушеные грибы, грибочки, вот это фасолька, я не знаю, говорят, что у вас такого нет. У вас же вроде есть такое, нет? Рюбочка, донечка, была в суде набрала. И что дала Надя, это, Таня, там, Богданова, Богданова, жена? Никто уже не ест, а сколько бы уже ему, посмотрите, у нас вот такая была, знаешь? Это у них, мама, знаете, у них же она... И грибочки, и грибочки, вот показываю, да, показываю. Все, дякую, Надя Велике. Она тебе сказала тоже, Надя, дякую, велике, что горелка Моцина сказала. Это наша, нет, у них, может быть, она плетет, да. А это плететка. Здесь такая, похожая. Очень вкусная. Богданова, да, Богданова жила, Таня передавала, ну, мы взяли одну. Чувканев, ну, Вася выгодит, Таня, мы же, у Васи, посадили. Нет, так мы же взяли, мы тоже дали нам, тоже таки, да. Все, великое, дякую. Посадим, все, дякую. Все, отдала, смотрите, зрители, Люба не, Люба не присвоилась. А горилку за ту присвоили. А горилку присвоили. Нет, Надя сказала, что моцна, добрая, Витя дуже, Витя дуже похвалил. Да, Витя дуже похвалил. Говорит, ого, какие там градусы, говорит, ой, вообще. За 50, наверное, да? Вы не пусть им там спирт налили, нет? Нет. Говорит, сильно говорит это, моцна. Вася, это, Витя, Витя сказал, сильно моцна. Иду. Обедать. Семочарно, тишу, воно не так. Ой, я сегодня не обедала даже, знаешь, позавтракала только. Ох, и квиточки гарные, Таня, у тебя, боже мой. Ах, с Таниного цветника. О, Таня, как всегда, она готовит. Боже, Таня, это что, лучше любого ресторана. Мама дорогая, и вареники. Таня, не можешь такого делать. А что вот это такое, я не поняла. Это? Ну. Это мое блюдо. А это твое? Да, это вареники, знаешь. Вареники? Я такого не слышала. Остается тесто, знаешь. Я ее так, я люблю, чтобы они были переварены. Без ничего, просто тесто получается. Как клецыки делают. Да, да, да. А я люблю вот такие. Я люблю, эта бабуня варила, я люблю, чтобы они были переварены, знаешь, чтобы такие, аж без зубей. А, да ты шо? Ой. Это вот это то, что коптили мы тогда, да? Угу. Вот это, да? Угу. А это что такое у тебя? Да. Есть новое блюдо. Это салат. А, салат. Новое блюдо. Ну все. Спасибо. Приехала. Красота. Давай. Твое есть? Я, я. Ага. Угу. Красота, красота. Боже, неужели я приеху? Я хоть отдохну, от тревог у вас. Они будут киеве трястись, а я буду отдыхать. Не прекращается. Не прекращается. Не прекращается. Не прекращается. Может, еще в 8, я еще в 19 вечера была, а тогда что-то отбей, а тогда снова, как началась, так все люди. Ну, и мы сегодня, с утра, правда, встали, Тамара говорит, все, девчата летят на нас. И мы уже побежали в коридор, мы говорим, идти, не идти. А у нас соседи рядом, молодежь поселилась. Так, они тоже теперь стали выбегать, они выходят, мы говорим, а мы на посту сидим, мы вас караулим, говорим. А я тоже до Юлии звоню, вот там же что же. Я говорю, Юля, ты там в коридоре. Ага. Они же там тоже в околу. Да, 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 да. А я думаю, смотрю, Юля светится. Ну, все, Юля, значит, Юля, значит, не надо будить ее. А я тоже, дивлюсь, ага, светит, значит, наблюдает, да? Да. О, вареники, смотрите, какие вкуснющие просто. Угу, с потрошками. Шуба, не хочет, забыл. Если бы не Мария Зимановна, ты бы не дала. да, да. Зажала, зажала. Не море. Да, куда еще шубу? Не надо вообще шубу, потому что завтра будем естся. Сегодня уже некуда просто. Я чего приймуть? Что? Молоко варвара, что-то взбило. Ну, молоко купили? Угу. Не, мы молоко шаранчик купили. Угу. 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 Угу.